Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы не будете молчать, а всегда можете обратиться или ко мне, или к Ненадию Валентиновичу. У нас работает горячая линия по урозам противодействия коррупции. Коррупция – это действие должностного лица за действие, а также это могут быть бездействия по тем обязательствам, которые входят в его полномочия. Если я буду вам читать научным языком, то это будет очень сложно. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы вы меня услышали и поняли, что есть коррупция. Потому что если посмотрим новости, то мы все прекрасно видим то, что происходит. Тем более, по статистике, если мы говорим мировой, Россия входит в десятку одних из самых коррупционных государств. Они есть как в госструктурах, как есть в правоохранительном блоке. Также у вас есть яркие примеры – это чиновников высшего ранга. Также нельзя забывать, что коррупция есть в учебных заведениях, в школах, в детских садах, в вузах. Коррупция есть везде. Вопрос причины – это коррупция. Социологи очень на сегодняшний день спорят, что есть и что надо сделать для того, чтобы этого не было. Соответственно, такой орган, как прокуратура на сегодняшний день, единственный орган, который наделен такими функциями, если мы говорим о федеральном законе о противодействии, коррупции непосредственно. Вы понимаете, что когда мы даем взятку горячнику… Признаки обнения у вас есть? Если есть возможность все регулировать, чтобы я попытался с вами договориться. Помимо того, что вы можете сами себе навредить, могут другие люди пострадать. Не, не, ну и все. Ну, что он сейчас позвонил мне, сказал там, как мы можем решить этот вопрос. Какой мне наиболее выгодный вариант? Это ваше право выбора. Это ваше право выбора. Ну, давайте как его решать. Ну, я думаю, финансово, ну, надо договариваться. Ну, это, ну, сам реальный вариант. Потому что сейчас я ему, своему товарищу позвоню, пускай он отдаст денег, и сколько нужно денег. Пускай отдает. Ты вот, Алиса, понимаете, что это все противозаконно? Ты понимаешь, я все. Не менее, ну, ладно, не надо, ну, кончайте вы мне это все. Все это, пойдут, убежать. Я все это понимаю. Просто, ну, чтобы, как бы, чтобы побыстрее и половчей-то все получилось. То есть, ну, что мы будем сейчас разводить эту байду? За непривлечение к ответственности, уважаемые студенты, где-нибудь за деревом может стоять служба безопасности. Ибо сам ГАИшник отработает вас, и возбудит уголовное дело уже против вас. А как, то есть он просто предложил и сказал, что я вам... Настаивал. Настаивал. И в конечном итоге вы... Я ему сказал, что это противозаконно. Но он все равно оставил деньги. Все равно оставил деньги, и уж, потому что деньги я оставил, б***ь, и ушел. То есть вот эти секретные ситуации, про которые я говорю, не забывайте. Они есть у каждого в жизни. И вам всем кажется, что это шалость, это абсолютно то действие, за которое никто из вас не принесет никакой ответственности. К сожалению, это не так. Но в силу того, что если вы учитесь в институте, вам уже всем 18 лет по идее способны, и, соответственно, вы сами несете ответственность за свои поступки. О коррупции можно говорить много. О коррупции говорят сейчас все. О коррупции говорят в стиле экрана. Тем более можно увидеть от участкового, который, да, за 3 тысячи привлекается к уголовной ответственности, до совершенно безумных взяток, таких, которые уже исчисляются миллиардами. Соответственно, нужно понимать, что мы делаем, как мы делаем, и какой мы за это понесем ответственность. Это правило игры нашей жизни, мы должны об этом знать, что это плохо. И действовать по-другому, я считаю, просто для гражданина Российской Федерации недопустимо. Мы пришли в этот вот, чтобы получить знания и потом устроиться на хорошую работу и стать великими людьми. А самое главное, человеком с большой духом. Продолжение следует...